Это самый главный момент, и могу сказать, что, ну, наверное, в 95% случаев, даже, наверное, в 98% вот так вот, с такой психологией у меня ученики выходят и играют. Да, они могут где-то что-то там накосять, что-то сыграть, и будут говорить, кто. Но всё равно, самое главное, что они выходят и играют, и чувствуют себя достаточно уверенно на сцене. Ещё следующий момент, о котором хочу упомянуть. Всегда говорю это своим ученикам, и говорю, причём это перед каждым концертом, вот что. Если ты, ну, ты ошибся, ну, ну, случилось вот так вот, ну, не ту ноту сыграл, не там дыхание сделал, ну, потерялся, да всякое бывает, всё на сцене не случается, есть такой момент, человеческий фактор. Никогда не показывай это на своём лице. Никогда. Потому что если любимый, мы стоим перед нотами... То есть какие-то происходят, что, о боже, что, что, это где я? Ещё и начинается обрядывание по сторонам, а где все? А где вы играете? Боже мой, что происходит? Вот это очень часто расширит, и, конечно, это создаёт иногда такую ситуацию, что да, вау, вау, он потерялся. Зрители увидели. Вот, то есть, конечно, никогда не показывать. Вы себя выставите настоящим артистом и настоящим музыкантом, если вы этого не покажете, а вы, наоборот, примете настолько невозмутимое лицо, ну, всё так это... Красиво перебирать пальцами, дышать даже там, ну, да ну и ладно, зато я стою, я стою на сцене, я артист. А то, что я там потерялся, это не важно. В конце концов, в последнюю ноту вы сможете сыграть, если вы играете в ансамбле, так тем более. То есть, в последнюю ноту попадают абсолютно все, это я точно могу сказать. Есть такое правило при выступлении в ансамбле. Главное вместе начать и вместе закончить, а там уже, что в середине происходит, неважно. Если играешь с педагогом, то вообще всё, всё на мази, можно красиво стоять, и всё будет замечательно. Дальше. Раз мы заговорили о концертных выступлениях, я сейчас приглашу снова к нам Максима, который хочет для нас исполнить... Максим, расскажи мне, что ты хочешь нам сыграть? Тебе нужно уходить, правильно, да? Тебе нужно уходить, правильно, да? Тебе нужно уходить, иди, 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 иди. Переходи, смелее, не стесняйся. Стать на верх. Так, это у нас танец, да, у тебя? Только танец. А только танец, да? Значит, это у нас номер из сюиты был такой замечательный флейтист-педагог, профессор Московской консерватории Юрий Николаевич Должиков. Это фактически один из основоположников русской игры на флейте, именно русской. Чуть-чуть отвлекусь, объясню почему. В России первоначально школу закладывали профессора и преподаватели не из России. Это была профессора из Германии, из Франции, из Италии приезжали профессора. В России только уже, пожалуй, можно сказать, только в середине 20 века появились первые школы игры на флейте. Это Николай Платонов, Юрий Николаевич Должиков и Владимир Цыгрин. То есть, скажем так, такая триада, которые заложили основы игры на флейте. Вот. Поэтому Юрий Николаевич Должиков — это знаковая фигура в нашем музыкальном флейтовом сообществе. Ну что, Максим, давай ты нам начнёшь играть, а я тебя, если что, где-то остановлю. Договорились? Ну, поехали. КОНЕЦ Давай смеем. Ре, Ре, Ре сначала, Ре, Соль, Ток, вторая, Охтава, и До. Третья. Ага, хорошо, давай здесь остановимся, давайте поаплодируем. Вот, пожалуйста, сейчас у Максима состоялся такой мини-концерт. Он смог исполнить небольшую пьеску, часть пьески. Значит, что хочу сказать. Дыхание берёшь очень неплохо, но я думаю, что ты можешь брать даже ещё больше. За счёт того, что здесь короткие нотки, тут не требуется супер какого-то огромного вдоха, да, чем, например, в колыбельной у тебя потребуется. Вот, ты очень неплохо играешь, мне нравится, как у тебя очень хорошая атака, хорошо атака работает. Но, смотри, по ритму, да, как только начались лиги, началось соединение нот, ты начал чуть-чуть засыпать и всё медленнее, медленнее играть. Особенно, когда у тебя снизу пошли нотки. Ну, естественно, не теряйся, когда у тебя, где у тебя такая октава, ни в коем случае, хорошо? Давай мы с тобой вот что сейчас делаем. Ты собираешь вот ещё раз вот с этого места, где вот ты начал у нас немножечко засыпать, а мы тебе поможем следующим образом. Мы будем тебе хлопать четвертными нотками, а ты будешь слушать, мы будем одним большим метрономом для тебя, а ты будешь вместе с нами как будто вы играете. Договорились? Попробуем. Итак, все подготовили ладошки. И будем сейчас хлопать. Итак, мы будем хлопать четвертями. То есть мы делаем вот так вот. Раз, два, раз, два. И, оля, давай мы так вот два раза похлопаем, и ты вступаешь, хорошо? Давайте, раз, два. Стоп, а ты рано вступил. Подожди. Я тебе покажу, хорошо? Готов? Раз, два, раз, два, раз. Выше. Выше. Вот так. Только не бежим. Почти, спасибо, папа. Хорошо. Хорошо, молодец. Смотри. Тебе нужно постараться не засыпать вот в этом месте. Поработай с метрономчиком. Это такая штучка, она вот так вот тикает, ну вот такая стоит, или можно электрон, он будет тебе тикать, чтобы ты ни в коем случае не засыпал. С фортепиано ты вместе играл уже, кажется, вместе? Нет, еще не играл, но тем более, тебе будет помогать вместе, чтобы ты ни в коем случае не терялся. Спасибо, Максим, давайте мы еще раз мухам.